В рамках республиканской профилактической акции «За безопасность мести» к одиноким жителям деревни Ковердяки приехали сотрудники МЧС, чтобы предотвратить возможность возникновения пожаров. Пожар – это огонь, вышедший из-под контроля человека. Он до сих пор остается самой распространенной чрезвычайной ситуацией, и все потому, что некоторые хозяева своих домов и квартир пренебрегают правилами безопасности. На Брещене проходят мероприятия в рамках акции «За безопасность мести», направленные на повышение уровня безопасности граждан, а также предупреждение пожаров и гибели людей в жилищном фонде в осенне-зимний пожароопасный период. Акцент сделан на жилищном фонде не случайно, потому что, как свидетельствует статистика, большинство огненных чрезвычайных ситуаций происходит именно в жиле. Сегодня в рамках акции «За безопасность мести» мы обследуем противопожарное состояние домовладений граждан, в центре внимания одинокие, одинокопроживающие пожилые граждане, инвалиды, семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении. Смотрим безопасные условия проживания, проводим инструктивно-разъяснительную работу. Что касается сельской местности, в центре внимания – печное отопление. Вместе с работниками МЧС дома посетили и представители сельсовета, территориального центра социального обслуживания населения Брестского района и Белорусского добровольного пожарного общества. Они побывали у одиноких пенсионеров, осмотрели их дома и дали рекомендации по безопасности, потому что пожары в основном происходят из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. У нас на территории Матекальского сельского спецназного комитета 19 населенных пунктов. Есть населенные пункты, которые газифицированы, а есть населенные пункты, которые не газифицированы. Там в основном топят печми, печное отопление. И на сегодняшний день, и даже там, где газифицировано, у людей существуют камины, поэтому безопасность при эксплуатации каминов и печей должна быть в первую очередь. Вера Корнелюк, которой 86 лет, не пользуется центральным газовым отоплением, а по старинке топит печь. Давно знает, почему важно соблюдать правила безопасности. Для нее пожар – это не просто слово. Она не понаслышке знает, как это смотреть на свой горящий дом. Дом сгорел во время войны. Сгорел. Выскочили ночью. Мы кричали «пожар, пожар», мы выскочили, в чем спали. И у нас обвалился сразу дом. Я уже знаю, у нас ничего не осталось. У меня в глазах вот это вот, как выскочили, и все обвалилось. И нас, не знаю кто, подхватили и убрали, потому что начало валиться все, вот горит и валится все возле нас. Вот это вот запомнилось. Лучше не подвергать свое здоровье и имущество таким страшным последствиям. И Валентина Гайдучик старается всеми силами уберечь себя и свой дом от пожара. Учится на чужих ошибках и не хочет допустить страшного. Когда топит печь, не отходит от нее далеко, и даже когда включает центральное отопление, то и его проверяют периодически. Сотрудники заметили, что не хватает только извещателя, который совместно с сотрудником Белорусского добровольного пожарного общества незамедлительно установили. Теперь к отопительному сезону Валентина готова. Дрова заготавливают дети, вот сын заготавливает дрова. Чистим ее, дымоходы прочищаем. И все, так это самое, если что-нибудь там, ну она вроде рабочая, все хорошо работает пока. Но если какие будут вопросы, будем обращаться. Также провели проверку и установили извещатель в квартире Тамары Рапин. Следует знать, что если нет возможности установить его на потолке, то допускается установка на расстоянии не более 300 мм от него, включая габариты извещателя. Как-то было у меня раньше, года два назад, когда я застоплю сразу же, ну дым слышен даже. Поэтому я прекратила это. И тогда вызвала мастера, он приехал и почистил меня. Очень удачно, хорошо. Теперь печка очень хорошо горит, очень хорошо. Понимаете, когда это сыр, не уютно, в квартире немножко. А печку затопишь, дверку откроешь, как возле камина сидишь. Чтобы дом был уютно и комфортно, достаточно просто соблюдать правила безопасности, которые не приведут вас к печальным последствиям. С начала года в области произошло 759 пожаров, погиб 71 человек. Эти показатели, к сожалению, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уважаемые граждане, призываем вас уделять пристальное внимание обеспечению безопасности в ваших домах. Надлежащим образом эксплуатируйте печное отопление. Помните, что в преддверии отопительного сезона печь должна быть подготовлена, побелена, очищен от саженых мохот. Обязательно наличие металлического притопочного листа, который исключит возгорание в случае выпадения углей. Также напоминаем, что печь нельзя перекаливать, оставлять без присмотра, сушить на ней одежду, а также использовать для рожига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В целом, установите автономные пожарные защитатели для обеспечения безопасности в домах. Надлежащим образом используйте электроприборы. Конечно, позаботьтесь о детской безопасности, не оставляйте детей без присмотра и помните об опасности, которую дает в себе сигарета. Не курите в постели и в состоянии алкогольного опьянения. Став свидетелем или участником пожара, сообщите в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112. Берегите себя. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук, Новости Бреста.